Скажи, что у тебя ПМС, не говоря, что у тебя ПМС. Я позавтракала гигантскими ирисками из мелкбаря, и ровно по центру моего профиля у меня прыщ. Я не планировала два видео подряд делать, собирайся со мной, но мой смещающийся цикл, в зависимости от того, с какой подругой я нахожусь, я тоже не планировала. Как это называется? Синдром борделя? Я попросила вас задать мне вопрос в инстаграм, поэтому я на несколько отвечу. И также это, видимо, будет макияж, как собрать себя за пять минут, когда у тебя ПМС, и выглядишь ты как атомная станция. Итак, у матросов были вопросы. Важно ли тебе, что считают друзья и мама о твоей работе, в частности подкаст? Очень популярный вопрос, и мне кажется, я никогда на него не отвечала. Я знаю, что меня порадует. Меня порадуют мои любимые Sailor Moon волосы. Обычно я это делаю с каким-то средством, типа воск для волос. Кстати, вчера я тестировала средство, которое я видела. Одна колумнистка, по-моему, для New York Times, секс-колумнистка, использует лубрикант себе на волосы. I use lube in my hair. Мои друзья, это самые классные люди, которых я знаю. И мне интересно, стали ли бы они свое время тратить на мой подкаст? Интересно ли им слушать? Нравится ли им история? Нравится ли им, как я рассказываю? Нравится ли им качество моего голоса в подкасте? Поэтому да, мне интересно мнение моих друзей. Но при этом я понимаю, что в первую очередь мне должен нравиться мой продукт. В первую очередь мне нужно делать то, что мне интересно. Слушать, читать, смотреть, покупать. Стандартная часть моего ухода Top Lush сыворотка. Я о ней говорила несколько видео назад. Это сыворотка для роста ресниц и бровей. Это сыворотка, которая не содержит гормонов. Она продается по всей России, странам СНГ. И также, если вы в Европе и Америке, можете заказать на Амазоне. И я уже готовлюсь на Таиланд. У меня уже есть новая упаковка. Потому что я, скорее всего, не буду брать косметику. Мне сказали, там очень и очень и очень влажно. И что не нужно, в принципе, брать никакие вещи особо, тем более дорогие. А косметика, я думаю, это просто там трата времени. Потому что все и так сойдет за 3 секунды. Да и моя косметика и основной там будет солнце. Я эту сыворотку использую уже месяц. Где-то полтора. И ее нужно использовать каждый день. Просто ввести ее в свою рутину. И через 8 недель вы увидите уже заметный, сильный результат. На ресницы я наношу по корням. И неважно, я наношу в тот день тушь или нет. И у меня есть для вас промокод на вас от 20. Если вы хотите попробовать эту сыворотку с 20% скидкой. Если вы хотите более длинные, густые ресницы. Главное, дайте этому средству несколько недель, чтобы оно подействовало. Мари, каким направлением в пол ты занимаешься? То есть, чем я там на пилоне занимаюсь? Знаете, я этим вопросом особо не задавалась. Я просто смотрела разные профили, в частности, московских преподавателей. И пока не нашла визуально то, как я бы хотела двигаться. Кто-то мне казался слишком агрессивным в движениях. Кто-то выполнял исключительно в основном мужчины. Я вижу, делают исключительно трюки. И это очень круто. И мне хотелось трюки тоже выполнять. Но мне хотелось и пластику тоже. И мне хотелось, чтобы не только на стрипах танцевать, но и босиком. И в итоге я увидела как раз тренера своего будущего, Юнону. Потому что она танцевала так, как мне хотелось танцевать. И, собственно, отвечая на вопрос, она смешивает все стили. Она знает все. Она и невероятно тяжелые трюки делает, и экзот танцует. В общем, это одно большое смешение. И когда я прихожу к ней, мы отталкиваемся, по сути, просто от настроения. Мне иногда хотелось прийти и вот только на крутяшке два часа танцевать под конкретную песню. Или, наоборот, хотелось трюками заниматься. То есть каждый раз все зависело от моего настроения. И даже трека, который у меня играл в голове весь день. Поэтому ответ — все направления. Просто они все чередуются в течение всего учебного процесса. Спасибо вам всем за рекомендации Киева. Мне прям списком прислали не только еду, но также мне понравились географические рекомендации. Сходить, подняться на эту вершину, сходить, посмотреть на это. Грубо говоря, с какой точки, какая часть Киева интереснее, какие дома красивые, где стоят какие-то детали посмотреть. Вот, поэтому огромное вам спасибо. Я намерена открывать для себя Киев таким образом. Итак, настроение много блесток. Если что мне в ПМС не помогает, так это оно. Какие книги ты советуешь прочитать? Я на днях прочитала обращение Иосифа Бродского к студентам какого-то американского колледжа. И он сказал, что главной книгой вашей жизни должен быть словарь. Что главной вашей инвестицией в себя должен быть словарный запас. И внимание, почему? Чтобы избежать, как минимум, невроза. Чтобы избежать проблем коммуникации. Чтобы знать, как доносить свою мысль. Чтобы знать, какими словами. Чтобы знать, как описывать свои чувства, свои переживания, свои страхи. И он сказал, что нужно читать словарь каждый день, чтобы выполнять свой словарный запас. Сними, пожалуйста, как-нибудь макияж на секс. Мне кажется, я снимала макияж на свидание. Что, в принципе, для меня очень часто и равноценный макияж на секс. Главное, что вам нужно помнить, это минимум тонального крема. Это может быть буквально немного BB крема. И на губы, щеки и глаза я использую в основном один цвет. Это какое-то стойкое кремовое средство, которое, когда высыхает, уже недвижимо. Потому что последнее, что мне хочется видеть, неважно, это мои простыни или чужие простыни, оранжево-красную смесь на белых простынях. Поэтому главное, что вам нужно помнить, это чтобы косметика была водостойкой. Чтобы, когда пот, слезы и другие жидкости оказывались на вашем лице, они не сползали. Хотя это тоже горячо. Это тоже я очень люблю. Мне нравится визуал полностью стекающей косметики, текущей туши. Да, это тоже испорно. Меня все время критикуют за то, что у меня порно-видение. Мне нравится мое порно-мышление. У вас может быть другое мышление. Пил вода. В общем, если ты не хочешь оставлять свой макияж на простынях, минимум косметики, все водостойко. Если тебе тоже нравится визуал текущей туши, текущей помады, не фокусируйся так сильно на водостойкости. Я вчера посмотрела документальный фильм Билли Айлиш. Я не хотела, чтобы он заканчивался никогда. Я давно такого восторга ни от Тейлор Свифт, ни от Арианы Гранде. Но сегодня 1 марта, сегодня и выходит фильм о Notorious B.I.J. Поэтому сегодня очень и очень хороший день. И ты не сможешь его испортить. Мой любимый вопрос. В гостях ходишь в туалет по-большому? Да? Но. Либо туалет должен находиться очень далеко от скопления людей, либо должна играть очень громко музыка, либо в этом туалете должна быть раковина, чтобы все время, пока я делала свои дела, шла вода. Твой топ любимых завтраков? Я могу назвать топ 1. Мне даже не нужно 2-3. Это утренняя булочка. Самая вкусная, которую я ела на данный момент, она в Москве в Экселент. В Лос-Анджелесе Эд Слад называется. В Киеве я все еще в поисках этой булочки. В общем, это бриошь. Скрембл-яйца с огромным количеством масла. Бекон и чеддер-сыр. И зеленый лук в скрембл-яйцах. Это потрясающе. Если в планах вернуться к работе с стриптизершей, да. Вряд ли я буду делать это в Киеве, хотя я тоже уже присматриваюсь. Я уже поспрашивала, какие здесь топовые клубы есть. Просто это клубы с интимом, даже если кто-то будет говорить иначе. Просто мне секс за деньги не интересен. В клубе без интима все равно приходилось ежедневно напоминать гостям, что здесь нет секса, что нельзя трогать девушек, что нельзя снимать штаны. В клубе с интимом я бы просто с ума сошла. Это была бы просто неоправданная уже борьба ежедневная с гостями. Поэтому неуверенно хотела бы я это делать в Украине, в Америке, в Англии. Да. Но также меня интересуют и клубы, которые не сколько про стриптиз, а сколько про представление. Но это, опять же, подразумевает более прокаченные скиллы на пилоне. Просто вот в Англии есть клуб, который, он больше про бурлеск эстетику, про такую около цирковую. И это, скорее, эстетика, которая мне больше всего подходит. В общем, абсолютно да. Мне это нравится. И, возможно, в какой-то период я бы, может быть, через пару лет, когда, допустим, я бы могла именно позволить себе несколько месяцев только этим заниматься, я бы этого хотела. Потому что сейчас все равно это было в рамках ночная смена в стрип-клубе. Поспала 4 часа, делаю YouTube-видео, записываю подкасты, иду на тренировку. То есть это абсолютно недолгосрочная такая жизнь, потому что у тебя и социальная жизнь тут же вычеркивается. Здоровым человеком сложно быть, потому что ты банально не высыпаешься. Поэтому я бы хотела этому отдаться больше, когда время будет позволять. И, наконец, что больше всего пробуждает твою чувственность? Отдых. Когда я отдохнувшая, когда я выспавшаяся, когда я накормленная, и когда я чувствую себя в безопасности, когда все мои базовые потребности схвачены в норме, тогда я себя чувствую максимально сексуально, женственно, чувственно. Тогда я лучше всего себя слышу, свои потребности, и желания, и вот. Я надеюсь, что вам понравилось это видео. Такая комбинация чайного блога, спроси Мари, и быстрый макияж при ПМС. Я вас очень люблю. Мы увидимся с вами в следующем видео. Наконец-то это будет видео, которое вы очень-очень давно просили. Это будет секс-сленг. Готовьтесь, я надеюсь, что много всего нового для себя узнаете. Cheers!